Мяч, по крайней мере, остался у Сатурна. Акоронква. Навес на Топича. Удар! Акоронква. Нахушев набирает скорость по флангу. Ну вот, надо чуть, может быть, даже раньше можно было сделать передачу. Игонин. Акоронква. Ласьков. Акоронква в окружении троих соперников сохраняет мяч. И пас с пяткой по делу, по-моему, впервые в этом матче. Мы видим его на правом фланге. Вот он с мячом. Стеночка. Акоронква в штрафной. Прострел! Ангва. Ласьков. Тут же моментально передача в касание на форварда. И входит в штрафную Топич. Ну и здесь уже успел на него выдвинуться Сабитов. К тому же есть страховство. Я вот, наконец, предложил Акоронква. Рядом с ним защитник. Пас. Ласьков. Удар. Гол! Вот еще раз смотрим. Ромаик биоответственен вот за эту неудачу химчан. Он работал с Ласьковым. Он остался стоять на месте, когда Ласьков сделал уже два шага вправо. И только потом 23-й номер химок среагировал. Ну и браво Соломон Акоронква. Топич Акоронква пошел на пушу в забегание. Палатерствует Акоронква на одной бровке. А между собой практически не встречаются. Коряка и поехала нога. Недобрый момент. Но продолжается атака Сатура Акоронква. Ну и теперь, конечно, поставит Горошенко пенальти. Может быть, даже желтую карточку покажет. Это, как говорится, баш на баш. Да, и желтую карточку вратарю не красную, потому что уходил от ворот в любом случае Акоронква. Топич. Вот оно, решение принятое. Абсолютно правильное передача. Тут динамовцы требуют офсайт. На этом повторе очень трудно сообразить, перепрыгивал через ногу Акоронква или действительно был контакт. Да, я подозреваю, что пополам примерно поделится. Акоронква. Сейчас ошибся Ковальчик, конечно, так выдергиваться на мяч было довольно опрометчиво. Ну и можно пытаться обыграть. Там подстраховки-то нет. Дождался Напушева, тем не менее. Соломон Акон назад. Да, готовит вот эту передачу свою знаменитую. Из глубины на ход. И Напушев стартовал, разогнался. В момент набора скорости Ласьков делает передачу великолепно. Но и динамовцы там сыграли неплохо. Иванов с мячом. Передача падает. Как сразу тревожно, наверное. Да, там, болельщикам Раменского Сатурна. И вроде бы ничего особенного. Вроде бы не так опасно. Надо понимать, на левом фланге обороны. У московского Спартака серьезные потери. А в составе связаны и с травмами, и с дисквалификациями. Об этом чуть позже досмотрим эту атопу Сатурна. Казалось бы, сейчас опасный момент, Акаронкова и, наверное, был кинуть. Нет? Нет. Возмущается Сламон Акаронкова. Точно так же, обращая свое возмущение к боковому арбитру, Дмитрий Ласьков негодует. Но Владимир Питай и его ассистент на линии. Сейчас мы посмотрим за развитием этой комбинации. Но здесь, вообще говоря, было положение вне игры. Строго так говоря, вот так между нами, да, девочками? Получал мяч от Ласькова. Пусть даже в одно касание. Тонко сыграл здесь Дмитрий. Андрей Коряков. Мяч в позиции. Иного слова, как кризис. В общем, Мадель Станислав Иванов пытаясь остановить проход коряки Ангва. Ложный замах. Еще один финн. Тут в шрафной площади уже правый защитник Сатурна. Посмотрите сколько. Ловель. В таком ударе. Да, пожалуй, не стоило. Пожалуй, топе что-то поудобнее тут было бить.